Селям алейкум! Могут быть подвергнуты репрессиям, продолжают заниматься тем, что освещают события, происходящие в Крыму. И гость нашего эфира, первый секретарь национальной спилки журналистов Украины, Лина Куч. Доброе утро, Лина! Доброе утро! И начнем с приятного. Крымско-татарские гражданские журналисты стали коллективным лауреатом национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лупченко Национального союза журналистов Украины. Такое решение принято секретарем НСЖУ. И вот, что заявил по итогам заседания председатель союза Сергей Томиленко. Давайте послушаем его. Крымско-татарские гражданские журналісти, не зважаючи на все забороны, утиски, переслідувания, увязнения, залишаются джерелом объективной информации про події на півострове для украинских и международных ЗМИ. Протягом останніх п'яти років анексії півострова правозахисники задокументували понад 300 випадків тиску на журналістів, включаючи фізичні напади, тортури. Тому ця премія за захист свободы слова – це солідарність з нашими кримскими колегами. З наріманом Мемеді Міновим, сервером Мустафаєвим, Римзі Бекіровим та іншими громадськими журналістами Криму. Ліна, послушали то, що крымско-татарские журналісти, мне кажется, впервые стал, то есть лауреатом премии стал не конкретно, а один человек, а именно коллектив. Расскажите, пожалуйста, как было принято такое решение, с чем оно связано и что это за премия Игоря Лупченко? Да, действительно, это впервые, когда у нас премия вручается не конкретному журналисту, а действительно самой целой групе крымско-татарских гражданских журналистов, как явлению, феномену нынешних лет. Премия имени Игоря Лупченко, это премия, названная именем многолетнего главы Национального союза журналистов Украины, человека, который отличался своей принципиальной позицией, он был неудобным для власти и отстаивал права журналистов очень последовательно и мог резко выступить против власти. Поэтому эту премию Национальный союз присуждает ежегодно для тех коллег, которые проявляют себя как высокопрофессиональные и как люди, которые отстаивают принципы свободы слова, защиты прав граждан, и которые в своей работе сталкиваются с сопротивлением системы, с сопротивлением власти, с сопротивлением в данном случае, вот мы видим сопротивление, которое и огромное давление, которое оказывается на гражданскую журналистику в Крыму. Да, у нас были предложения разные, кто мог бы быть лауреатом в нынешнем году, но большинством голосов и практически без споров мы приняли решение присудить крымским гражданским журналистам, крымско-татарским. Почему? Потому что это действительно феномен последних лет. Это то явление, благодаря которому украинские СМИ и весь мир могут получить независимую объективную информацию о том, что происходит сегодня на полуострове. Это люди, которые подхватили знамя после того, как вся независимая журналистика из Крыма была выдавлена под огромным давлением репрессивной машины. Это люди, благодаря которым мы узнаем правду о том, что происходит, и которые испытывают сегодня также огромное давление этой угрозы, это незаконные задержания, аресты, это разного рода давление на членов семей, разного рода давление на бизнес и так далее. Это не профессиональные журналисты, они никогда не учились этому, но само время выбрало их, и они стали журналистами. И в данный момент мы считали, что это важно, во-первых, чтобы весь мир узнал о том, что эти люди заслуживают такого признания. Во-вторых, мы считаем это наша такая моральная поддержка сегодня коллегам, которые находятся в местах лишения свободы незаконно. Это наша поддержка тем коллегам, которые сегодня стримят, фотографируют, которые передают новости в социальных сетях и любым другим способом, независимо от угрозы, которая нависает над ними или членами их семей. Вот для того, чтобы дать профессиональную оценку, для того, чтобы поддержать наших коллег, мы и проголосовали за присуждение премии имени Игоря Лубченко крымско-татарским гражданским журналистам. У нас остается проблема, каким образом можно вручить это свидетельство, это наш сертификат о премии. Естественно, эта премия не предполагает каких-то больших денег, но это сертификат, который является свидетельством гражданской позиции самого журналиста. Безусловно, тут вопрос, конечно же, не какой-то материальной оценки работы этих людей, а в том, что их труд оценен. И вот, конечно, невольно хочется вспомнить, вот в прошлом году Евромайдансос вручил премию «Волонтер года» Марлену Асанову, например. Понятно, что человек находится в тюрьме, понятно, что он не может это получить, но сам факт того, что таких людей и их деятельность отмечают, это очень дорогого стоит, в первую очередь, для самих этих людей, так как они видят, что их деятельность не остается незамеченной общественностью. А вот скажите, пожалуйста, Лина, кому до этого года вручалась эта премия и за какие заслуги? Кстати, эта премия вручалась ранее из крымчан, это журналисту Николая Семене, журналисту «Радио Свободы Крымриалии», который сегодня незаконно преследуется российской властью, который получил запрет на занятие журналистской деятельности, который осужден условно, также только за то, что он выполнял свои журналистские обязанности, он писал о том, что происходит вокруг, о том, что он видит, о том, что он думает, то есть за свои взгляды и за свою работу. Эта премия ранее предсуждалась также журналисту Александру Брежу, это донецкий журналист, редактор газеты «Донбасс», который был незаконно задержан в 2014 году в Донецке, во время захвата административных зданий, и которого заставляли писать правильно и поддерживать так называемую новую власть в Донецке, он отказался, прекратил вообще выпуск газеты и перевел ее на мирную территорию. Эта премия в прошлом году присаждалась журналисту «Укринформа» Роману Сущенко, который в то время был в тюрьме в Российской Федерации, который также был осужден незаконно за якобы шпионаж и за подрывную деятельность против Российской Федерации. Сегодня Роман Сущенко, он на свободе, он с нами вчера, он выступал на парламентских слушаниях по безопасности журналистов в Украине. Роман Сущенко на трибуне парламента говорил о том, что именно в парламенте должны звучать фамилии журналистов, которые сегодня преследуются в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Он назвал фамилии наших коллег, и это было, знаете, очень символично. Мы тоже очень надеемся, что присуждение подобной премии, скажем, будет маленьким этим просветиком в том, что, возможно, в следующий год мы уже увидим на свободе этих ребят. Вот, да, я хотела сказать, что действительно, может быть, это будет таким символично, что в следующем году мы ребят увидим на свободе. Мы уже даже продумали церемонию их встречи в стенах Национального союза журналистов. Вот как мы их примем, как мы вручим им сертификат об этой премии, и насколько теплой это была бы встреча. Скажите, пожалуйста, Лина, вот, по сути, вся информация, которая сейчас исходит из оккупированного Крыма, передается в большинстве своим через гражданских журналистов. Эта уже работа ведется четвертый год, ну, как минимум. Как оцениваете работу? То есть, как журналисты, замечаете ли вы рост того контента, который поступает? То есть, растут ли ребята, хоть они, по сути, продолжают самоучками быть? То есть, как они воспринимают то, что происходит, так и передают? Есть ли рост? Так, я согласна, что ребята, они и изменились за это время. В тот момент, когда события в Крыму развивались очень динамично, очень стремительно, когда стало внезапно просто очевидно, что профессиональным журналистам работать там невозможно, а легально зарегистрированным украинским СМИ их оттуда, ну, под всеми видами оттуда выдавят, пример, телеканал АТР, то тогда стал вопрос, откуда получать можно эту информацию, откуда можно получать картинку, какие-то стримы, какие-то новости, буквально в режиме онлайн. И вот в этот момент, знаете, даже было важно некачество картинки. Главное, чтобы эта информация поступала. Главное, чтобы эта информация пришла вовремя и очень оперативно. Да, было главное, чтобы эта информация была. Там никто уже не придирался к тому, насколько качественно сделано это фото, или насколько качественно это видео или звук. То главная была оперативность и вообще получение информации с места события. Поэтому то, что в тот момент гражданские журналисты это поняли, знали, что нужно делать, не начинать там заботиться о каком-то оборудовании или технических моментах, не начинать думать о каких-то профессиональных моментах. Но теперь я вижу, что во время работы наших коллег с профессиональными журналистами здесь, на Материке, на подконтрольной украинской власти территории, они впитывают новые знания. Потому что я вижу, с ними работают редакторы, с ними работают профессиональные журналисты, которые, может быть, подсказывают им, что было бы важно, на что обратить внимание, условно говоря, как сделать фото для того, чтобы его можно было использовать, как записать звук для того, чтобы он был качественным и так далее. Я прошу прощения, Лина, я вас перебью, мы к этой теме еще вернемся. Сейчас на прямой связи с нами из оккупированного Крыма жена гражданского журналиста Маримана Мемедиминова, Лимара. Селям алейкум, доброе утро, вы нас слышите? Да, да, Мальков, да. Лимара Ханам, мы сейчас в студии обсуждаем гражданскую журналистику в Крыму, в частности, гражданские журналисты из Крыма. Им была присуждена премия имени Игоря Лупченко, то есть коллективно. И в составе этого коллектива, конечно же, и ваш супруг Нариман Мемедиминов. Как вы относитесь к подобной, скажем, то, что ваш муж тоже, один из, в том числе, стал лауреатом этой премии? Конечно, было очень приятно узнать о том, что Нариман и наши остальные крыльские ребята стали лауреатами этой премии. Тем более, Нариман не профессиональный журналист, он обучался журналистике по ходу освещения и деятельности. Ну, это своего рода признание деятельности как Наримана, так и, в том числе, да, чтобы я с удовольствием успокоился для того, чтобы скрываемые, да, исследования и присоединения были известны всем. Поэтому хотели бы, да, выразить огромную благодарность Национальному союзу журналистов Украины за солидарность с моим супругом Нариманом и остальными ребятами. Вот буквально несколько недель назад был вынесен в суде решение о том, что Нариман осудили. Наримана все-таки признали его виновным якобы в пропаганде терроризма. Два с половиной года срока ему был вынесен судебное решение. Как вы к этому относитесь и удалось ли связаться с Нариманом? Как вот вообще его самочувствие, состояние, как он отнесся к подобному решению суда? Если можно, чуть-чуть громче говорите, мы вас плохо слышим. Вы знаете, ну, это, говорю, такой беспрецедентный случай, когда прокурор запрашивает 6 лет, а суд дает 2 с половиной. Неважно, под какими-то договорами, да, снизили срок, так называемого наказания. В первую очередь это победа Наримана и адвоката. Он подал апелляцию и требует оправдать его и освободить. Конечно, всем ясно, да, что преследует его за активную грозавскую позицию и журналистскую позицию. Он, как и все мы, понимал, что грозитскому определенные трудности, но он никогда не делал, да, санавливаться, это журналистское движение, будучи координатором медианаправления, в Крымской солидарности. Делал все для того, чтобы на происходящем в Крыму могли узнать максимально большое количество людей. И вот буквально на прошлой неделе мы были у него на свидании, я поехала с двумя детьми, например, в Боростов. И, конечно, Нариман очень бодро держится, у него хорошее настроение. Он готовит к апелляции. Самочувствие, слава богу, нормальное. Хотя у него есть определенные проблемы со здоровьем. Также он рассказал о том, что в шестой, наверное, за время, пока в Боростове перейти в другую камеру со спецблока. Раньше он находился под видеонаблюдением. Сейчас это такая же, да, очень маленькая камера, но без видеонаблюдения. Ну, конечно, условия содержания там очень плохие. Чох Саула Лемара за ваше включение. Еще раз поздравляю лично от себя и от телеканала АТР с присуждением премии вот вашему супругу в том числе. Напомню, с нами на прямой связи была жена политзаключенного и гражданского журналиста Наримана Мимедиминова, Лемара Мимедиминова. Спасибо ей за это включение. Спасибо, Лемара. И хотел бы тоже отметить в свою очередь, Нариман настолько, вы, наверное, тоже были с ним, виделись, настолько энергичный человек, собственно говоря, в том, что я немножечко увлекся журналистикой, тоже была его заслуга. То есть я вообще, по сути, был фотографом, фотографировал природу Крыма. Ну, вот как-то Нариман пришел, я уже об этом рассказывал. Говорит, слушай, вот в Крыму столько всего происходит, такой произвол, давай, может, как-то ты начнешь этим заниматься. Ну, вот, по сути, Нариман, можно сказать, и побудил меня, что я потом начал снимать встречи Крымской Солидарности, на суды ходить, там, какие-то делать видеоролики на эту тему, за что я очень благодарен Нариману, то, что он посодействовал тому, что вот я тоже не остался в стороне того, что происходит. И вернемся к тому, что мы обсуждали. Вопрос был профессионального роста. Да, я действительно замечаю о том, что крымско-татарские гражданские журналисты, они сейчас стали больше спланировать свою работу, больше взаимодействовать друг с другом, учиться друг у друга. Мы бы хотели также знать, каких знаний, может быть, или умений не хватает нашим коллегам, и чем мы можем быть полезны им, чем мы могли бы практически оказать, какую им помощь, именно в профессиональном росте, для того, чтобы их материалы были более качественные, более профессиональные, и таким образом достигали большего эффекта. Поэтому есть у нас такой вопрос, такой запрос, и если есть предложение, то, пожалуйста, передайте нашим коллегам. Естественно, наши эфиры смотрят практически все семьи крымских политзаключенных, другие неравнодушные к тому, что происходит в Крыму. Я думаю, вы будете обязательно услышаны, и связь наладится и в этом вопросе тоже. Спасибо. И то, о чем еще я хотел бы сделать акцент, вот мы помним весной были самые массовые облавы, то есть когда было задержано 24 человека, и среди них большинство – это активисты, стримеры. Цель была потушить, очевидно, потушить информационный поток. Но на удивление всех, наверное, в первую очередь на удивление ФСБшникам, со всех 24 точек обыска была и картинка, и звук, и видео, и комментарии. То есть мне кажется, уже эта гражданская журналистика в Крыму настолько распространилась, что по сути тяжело будет с ней бороться, силовым структурам, так как это же не издание, которое можно путем суда закрыть, это не какой-то телеканал, который можно не выдать лицензию и тому подобное. На ваш взгляд, гражданская журналистика, ее роль сегодня в том, как информация выходит из Крыма, и в общем для освещения новостных событий из Крыма, насколько их роль сегодня? Согласна, невозможно бороться с явлением, если оно стало массовым. Можно бороться с отдельными людьми, можно включить эту репрессивную машину, можно оказывать давление. Но если явление стало массовым, в общем-то это веяние времени. Мы, как журналисты, мы утратили монополию на то, чтобы первым передавать новости. В эпоху социальных сетей, в эпоху таких новых технологий, таким журналистом может стать каждый. Я считаю, это очень хорошее явление, потому что вот в таких случаях, как, например, история с Крымом, мы видим, что именно здесь и новые технологии, и явления гражданской журналистики, они играют ключевую роль в объективном информировании и вообще всего мира, о том, что происходит. Да, эти люди не учились на журналистов. Но, например, перед вынесением приговора на Риману, мы, как Национальный союз журналистов Украины, мы передавали свое письмо, в котором мы подтверждали его занятие журналистской деятельности, в том, что он является преследуемым именно за распространение информации или своих взглядов. И это подтверждают и международные организации, в частности, представители ОБСЕ по вопросам свободы медиа, который выступил в защиту задержанных крымско-татарских журналистов и активистов и так далее. Поэтому бороться с явлением, таким как гражданская журналистика, невозможно. А вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, Лина, вот все-таки этих людей есть ли возможность какая-то защитить? Вот мы видим большинство последних задержаний, это те люди, которые занимали активную позицию, либо стримили, либо там вели блоги какие-то, либо текстовое описание каких-то судебных процессов, то есть всех активных, то есть вот как-то их защитить. Есть возможность? Мы понимаем, что весьма, возможно, ограничены ресурсы. Как это можно сделать? Ну, на ваш взгляд, может, какие-то инструменты все же существуют? Ну, а мы как национальные журналисты, мы можем и оказываем, во-первых, информационную поддержку, в том числе в информировании наших международных партнеров, международных организаций. Именно в постановке такого вопроса, что эти наши коллеги преследуются за журналистскую деятельность. С точки зрения международного права, журналистика и статус журналиста не ограничивается, не может быть ограничен наличием удостоверения или же наличием постоянной работы в какой-то СМИ. Нет. С точки зрения международного права, если существует насилие против журналиста, то сюда включаются в том числе и блогеры, которые, во-первых, занимаются сбором распространения информации или каких-то мнений, которые имеют свою стабильную аудиторию, имеют свой канал распространения и фактически они выполняют работу журналиста. Здесь вопросов нет. Другой путь, по которому мы пытаемся помочь нашим коллегам, это мы разработали специальную процедуру приема крымско-татарских гражданских журналистов в Национальный союз журналистов Украины. У нас есть свои требования по приему, у нас есть устав, который мы пересмотреть не можем, но мы можем пересмотреть процедуру с учетом тех условий, в которых оказались наши коллеги. Мы довели эту информацию до адвокатов, для того, чтобы они знали о такой возможности. Но оценивать, писать заявление в вступлении в союз, это, конечно, дело каждого личного, и он должен вместе с адвокатом оценить плюсы и минусы. То есть на вреде... Усили ли позицию этих ребят? Я имею в виду, например, человек, который стримит, то, что он вступит в НСЖУ. То есть это, по сути, если этого человека потом репрессируют, это будет, по сути, рассматриваться как репрессия против журналистов. Да, да. Это является подтверждением его статуса как журналиста. И, естественно, он может вместе с адвокатом доказывать о том, что он преследуется как журналист. Но я же сказала, что в случае с Нариманом Мемедевиновым мы перед вынесением приговора, мы предлагали много усилий, в том числе мы подтверждали своим письмом его журналистский статус. То есть мы подчеркивали о том, что он преследуется именно я как журналист. А вот известно, как минимум, мне два факта того, что для того, чтобы присутствовать в этих судилищах российских, естественно, нужны были удостоверения журналистов российских. Но вот украинское само свидетельство, оно же не будет давать все-таки повода попадать на суды как журналисту, да, получается? Либо оно имеет международную какую-то силу, либо же аккредитироваться нужно. Член Национального союза журналистов Украины может получить международную пресс-карту. Мы являемся членом Международной федерации журналистов, которая выдает эту международную пресс-карту. И международная пресс-карта, она дает возможность работать в любой стране мира, которая входит в Международную федерацию. Таким образом, журналист является защищенным. Я не могу сказать, я недостаточно знаю российское законодательство, которое применяют сейчас в Крыму. Требуется ли еще специальная аккредитация иностранного журналиста, например, если он приезжает в Крым и хочет осветить какой-то процесс. Мы чуть позже продолжим. А вот фигуранта второго Бахчисарайского отдела Хизбут-Тахрир, одного из координаторов общественного объединения Крымской Солидарности, Сервера Мустафаев, признали узником совести. Об этом говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International. Также организация призвала немедленно отпустить Сервера Мустафаева. Давайте послушаем. Не пишите листа до Генерального прокурора Російської Федерації с вимогою негайно звільнити Сервера Мустафаева, засновника та координатора громадского руху Крымская Солидарность, Сервер перебуває під арештом із травня 2018 року за неправдивими звиноваченнями, повязаними з тероризмом. И сейчас на прямой связи с нами адвокат Сервера Мустафаева, Лилия Геймиджи. Селям алейкум. Лилия Ханым, вы наслышите? Алейкум, селям. Да, я вас хорошо слышу. Лилия Ханым, Сервера Мустафаева, полиц заключенного правозащитной организации Amnesty International, признала узником совести. Скажите, пожалуйста, что это дает, вот такое признание? Ну, это статус, который мы можем использовать при всех обращениях международной инстанцией. Листа срочная акция, которая была запущена, следовательно отпустить Сервера Мустафаева, она направлена на определенное, скажем так, отрождение представителей международного сообщества на Российскую Федерацию, выполнить все необходимые условия для того, чтобы он находился на свободе. Естественно, мы можем говорить, что статус Сервера Мустафаева позволит ему оказаться на свободе, но тем не менее это один из шагов, который на череде больших шагов, который будет способствовать его освобождению. Скажите, пожалуйста, Лилия Ханыма, в каком состоянии сейчас Сервер? Насколько мне известно, недавно вам удалось его посетить. Как он себя чувствует? Каких условиях содержится, если можно вкратце? Последний раз я его видела 29 октября. Это день, когда я посетила его второй раз в Казахстане. Чувствовал клинически, чувствовал себя хорошо. Но его постоянные мысли и постоянные слова были слова о тех, кто находится, точно так же, как и он, незаконно удерживаясь в ответственных изоляторах в колониях. И вся его обеспокоенность была именно за этих ребят и направлена на продолжение борьбы за их освобождение. На момент подключения к СИЗО он продолжал находиться в камере 4 квадратных метра с ужасными условиями содержаниями. А после первого посещения к нему подселили, скажем, еще одного следственного арестованного. И тогда уже 2 квадратных метра с кроватями, с умывальником, с столом было на каждого из них. И он расставил, что для того, чтобы один мог встать и прийти к умывальнику, второму приходилось обязательно находиться на кровати, для того, чтобы была возможность передвигаться. Такие условия, не что иное, как приравнивают с европейским СИЗО, а к выточным условиям, и об этом мы уже неоднократно заявляли. Я предполагаю, что на сегодняшний день СССР уступает с Тимуром Адракимовым, с которым они продолжали находиться в Краснодарском СИЗО и этапом транзитом из Ситеропольского СИЗО в Ростов-на-Дону. Уже этапированы в город Ростов-на-Дону, потому как через неделю, 15 числа в 10 часов, в Южном окружном военном суде города Ростова-на-Дону состоится судебное заседание по существу в отношении 2-й бахчисарайской группы. И к этому моменту они уже должны находиться в городе Ростове-на-Дону. И если можно, очень кратко последний вопрос. Вот сейчас у нас в студии представитель НСЖУ. Как известно, вчера крымскокатарские журналисты стали лауреатом премии. И вот как вы относитесь к этому? Насколько вот такое признание важно для ребят, которые сейчас находятся в следственных изоляторах? Безусловно, такое признание очень важно. Я хочу выразить благодарность не только от своих родственников, всех подозаключенных, но и от всех крымчан за ту поддержку, которую осуществляет в том числе Национальный Союз украинцев Украины. Это важно. Это важно говорить об этом, что те люди, которые сегодня остались в Крыму, те люди, которые дают адективную картинку из Крыма, они достойны того, чтобы не признавали своими коллегами профессиональные журналисты и отдавали свои дания в работе. Чувак Сау, Лилия Ханам. С нами на прямой связи была адвокат Сервера Мустафаева, политзаключенного Лилия Гемиджи. И вот, Лина, к вам такой вопрос. Мы видим тот факт, что по отношению к крымским политзаключенным применяются, мягко говоря, очень суровые условия. Пытки. Пытки, да. Это иначе назвать нельзя. Можно ли считать это своего рода отместкой за их деятельность? Потому что обычные заключенные сидят по 5-6 человек в камере. в обычных, скажем, тюремных условиях. А вот в каких условиях сидят политзаключенные, они существенно отличаются. Они сидят в таких именно угнетающих, ущемляющих все права, достоинства каких-то человек в условиях. Вот это отместка или что? Как вы считаете? С одной стороны, можно расстояние как отместку. С другой стороны, может быть, как показательный урок для всех остальных. Мы говорили перед эфиром о том, что в случае с Сервером Мустафаева это было очень показательно его задержание, потому что знаковая фигура для крымско-татарских активистов, знаковая фигура для крымско-татарских гражданских журналистов. Человек очень известный, и никто не предполагал о том, что российская власть, она решится на его такое публичное преследование. И тот факт, что его содержат в таких вот камерах 4 квадратных метра, в таких просто нечеловеческих условиях, это может свидетельствовать именно о том, что российская власть, она желает показать всем остальным, что вот с вами будет то же самое, если вы будете продолжать свою активную деятельность. И перейдем к следующей новости. Выступление журналиста Романа Цымбалюка Верховный радио сорвало овации. Он, в частности, говорил об информационной безопасности Украины. Давайте послушаем его. Информационная безопасность и физическая безопасность журналистов – это взаимоповязанные вещи. Если у нас будут продолжать работать в стране земли, которые тут сиютят пророссийский дискурс, закончится это очень плохо, в том числе для фракции «Влада, слуга народу». Потому что у нас очень много какого-то, знаете я, засоби в массовой информации и киношоптывать украинцам. Не все так однозначно. Можно договориться с позиемом и так далее. Насправдие ситуация дуже-дуже страшна. И еще и на выборах закинчится плана. И на остальном. Останье речи. Живый классик сказал, что Украина на Россию и чтобы это положение сберегалось, за это придется воевать. И вот мой вопрос касательно информационной безопасности. Предвыборной своей кампании президент Владимир Зеленский обещал распочатый начать информационную войну против России. Но при этом вот уже сколько месяцев прошло, продолжают работать, скажем, так называемые СМИ, которые, как отметил уважаемый Роман Цымбалюк, продолжают нашептывать, откровенно говоря, пророссийские настроения. Как вы относитесь вообще, как журналист, я понимаю, может сложно будет вам на этот вопрос отвечать, как журналист, но все же информационная безопасность и вот свобода слова. Насчет информационной безопасности и отдельных СМИ, которые продвигают пророссийский дискурс, это мы слышим уже в течение пяти лет, не только от президента Владимира Зеленского, мы слышали это от представителей предыдущей власти также. И позиция Национального союза журналистов однозначно. Если СМИ официально зарегистрированы в Украине, если они работают в украинском правовом поле, то до тех пор, пока специальные правоохранительные органы или спецслужбы не установили тот факт, что они разжигают междунациональную рознь или призывают к свержению конституционного строя, или допускают какие-то сепартистские призывы к отделению разделения Украины и так далее, изменению границ Украины, то это должны устанавливать правоохранительные органы, это должны устанавливаться в специальном законном порядке, но это не устанавливается на таком любительском уровне, как желанием какого-то чиновника или нежеланием какого-то чиновника. То, что мы информационную войну с Россией проигрываем, это, по-моему, очевидно сегодня всем. Мы можем похвастаться очень немногими победами на этой линии и на этом фронте. Я вас перебью. Мы, возможно, сильно пытаемся работать честно, может, в этом проблема, не нарушать какие-то законы. А вот они работают по-черному. То есть, возможно, поэтому они в каких-то моментах переигрывают нас, так как мы хотим по правилам работать, вроде и в свободу всем дать, но при этом, мягко говоря, паразитирующие СМИ, которые работают для того, чтобы наша страна только слабела и при этом дает силу врагам Украины, они работают по-черному. В этом, может, все-таки проблема. Что мы пытаемся сильно правильными быть. Ну, скажем так, мы просто пытались давать какие-то симметричные ответы. А симметричных ответов не получится, просто потому, что в России пропагандистская машина это очень дорогое удовольствие, которое Украина себе никогда позволить не может. И с другой стороны. Но там уже просто речь идет о нарушении прав человека и нарушении вообще права на свободу самовыражения, если мы будем давать такие симметричные ответы, как это предполагается в России. Вчера на слушаниях, где выступал Роман Цыбалюк, также звучали призывы, в частности, со стороны министра культуры, молодежи и спорта Украины, о введении уголовной ответственности за манипуляции в медиа. То есть он пригрозил введение уголовной ответственности в медиа журналистам. Вот. С другой стороны, и другие выступающие говорили о том, что сегодня главная безопасность, главная проблема – это все-таки безопасность журналистов. Журналисты должны чувствовать себя свободно и безопасно работать, а потом уже мы будем говорить об уголовной ответственности. Это к тому, что тоже разные были точки зрения. Что касается Романа, когда он сказал о том, что Россия все-таки оказывает влияние на украинское информационное поле, я это наблюдаю, я это вижу. Минутка у нас осталась, если мы будем вкратце. Причем я считаю, что здесь должны быть объединены усилия как самого журналистского сообщества, так и законодателей, которые могли бы выработать законные процедуры для противостояния. Буквально полминутки в завершение, чтобы вы пожелали нашим гражданским журналистам и им семьям. Очень кратко. Я желаю нашим коллегам стойкости, я желаю их семьям сил, веры в лучшее. Мы вместе с ними верим в лучшее. И ждем вас в гости в Киеве, в офисе Национального союза журналистов. Большое спасибо. С нами в этом эфире была первая секретарь Национального союза журналистов Украины, Лина Куч. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир. Эфир телеканала АТР буквально через 5 минут продолжит Ильина Ситьбулаева с программой «Заман». Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Субтитры создавал DimaTorzok